Субтитры подогнал «Симон» Здравствуйте, уважаемые телезрители, в студии Александр Сергеенко. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери в селе Выпуково Сергеево-Пасадского Благочиния, священник Максим Каскун. Здравствуйте, Борисович. Здравствуйте, Александр. Благословите наши телезрители. Божьим благословением, дорогие братья и сестры. Сегодня мы поговорим о всеобщих молебнах. Батюшка, скажите, а для чего вообще нужны всеобщие молебны? Ну, значит, что хочу сказать, что прежде всего мы, как правило, люди живем своими семьями, у каждого свой мир, своя отдельная душа, свои отдельные заботы, как говорится, разные моменты. Но есть такое понятие, как церковь, то есть то место, где люди соединяются для соборной молитвы, для общественной молитвы, потому что Господь наш сказал, что где двое или трое, собранные вы и мое, там я посреди них. И, соответственно, мы собираемся для того, чтобы Господь был посреди нас, объединиться ради Господа, и от этого объединения наша молитва, она получает особенную силу. К этому хотел бы привести пример из Ветхого Завета, книга святого пророка Ионы, когда он пришел, он не хотел этого делать, конечно, но тем не менее он пришел в город Ниневию, город был большой по тем временам, для того, чтобы проповедовать спасение. Люди грешили, безумствовали и никак не хотели исправляться. И он им сказал, что если вы не покаетесь, то через определенное время Господь город разрушит. И не только люди, бедняки, кто действительно бывает очень скорно слышание Слова Божия, а даже сам царь встал, снял себе одежды царские, оделся во вретище, то есть в одежду поста, завязали скотине даже рот, чтобы она не могла ни есть, ни пить, и тянали все перед Богом, и Господь, услышав их молитву, отвел бедствие от города Ниневии, которое на него хотел навести за и грехи. Поэтому всеобщее молебное стояние, которое будет 24 числа на праздник Вознесения Господня, то есть оно как раз и делается для того, чтобы люди как-то в определенной конкретной нужде объединились все и вознесли Господу молитву. Потому что что такое Ниневия, да? Тогда это был город там, ну, сто тысяч человек. А сегодня перед нами страна, где сто миллионов человек с лишним, и которая также нуждается в спасении Божьем, и которая должна перед Богом вся, начиная от царя и кончая до последнего раба и скотины, встать и повиниться перед Богом. Поэтому для того, чтобы показать Господи, мы раскаиваемся в тех грехах, которые делали и которые делаем сегодня. Потому что очень модно вспоминать то, что было, как мы убивали праведников, царей там и прочее. А то, что сегодня мы с вами делаем, об этом почему-то все сегодня проповедники молчат. В том плане, что Россия погибает лишь только за то, что было. Россия погибает за то, что есть. И поэтому за те грехи, которые есть, мы должны, конечно, раскаиваться и просить Господа помощи, чтобы Он помог нам избавиться от этого. Если посмотреть, ну, может быть, такой некий анализ СМИ провести, то есть некие светские мероприятия, когда собираются много людей, да, называются сейчас митинги. И вот они очень широко муссируются, идет большая подготовка, набирается определенное количество людей. Мы уже посмотрели, прошли молебны православные, в общем-то, по всей стране. И если говорить честно, то, грубо говоря, рекламы большой не было. Но людей собирается порядком, в общем, большое количество. Как можно это объяснить? Ну, по поводу, значит, светских митингов. Люди, кто эти митинги организовывают, а мне лично знакомы, все там делается за деньги. Получил 200-300 долларов, да, привел столько-то людей, получил еще столько-то долларов. То есть все это делается за деньги. То есть особо там куда-то ходить, голосовать никто не ходит. То, что касается сегодня православных христиан, то я бы хотел выразить свою позицию в том, что мы пассивны. То есть нас, когда мы приходим, кажется, много, нас мало на самом деле. Мусульман собралось на праздник 80 тысяч, а нас должно собраться как минимум 8 миллионов. Просто как минимум. Потому что нас в 10 раз больше, чем всех мусульман в стране. Но этого не происходит, потому что мы спим. Никто не идет на молебные стояния, потому что всегда без нас справятся. Чего ходить, как бы все и так вот. И поэтому все-таки я считаю, что дай Бог здоровья тем, кто активно ходит, слышит церковный призыв, кто действительно имеет в своей душе внутреннюю духовную потребность и понимание, что его не просто участие, а его молитва важна перед Богом. Потому что мы не идем на митинг. Почему? Потому что, допустим, ну что мы там скажем? Кто нас там увидит? А на всесоборное моление мы идем для чего? Для того, чтобы предстать перед Господом со всеми. И, соответственно, после этого, когда человек не идет, он находит себе отговорки какие. Ну а что я там буду стоять? Там без меня народу хватает. А на самом деле это здесь как раз важно не именно присутствие как присутствие, а присутствие как молитвенный голос, как еще одно обращение к Богу от людей. Обязательно ли для этого собираться в одном месте? Или можно просто в то же время за домашней молитвой и со всей семьей поучаствовать? Ну, место – это есть как бы некоторая дисциплинарная такая вещь, которая как бы структурирует все собрание. Допустим, если в той же Ниневе, когда пророк пришел, царь встал со своего места, с царского, да, то есть и, конечно, все вышли на площадь. Тот же Васильевский спуск там или площадь около храма спасителя – это то место, допустим, определенное, где люди должны конкретно собраться, где должны быть предстоятели перед Богом. То есть главные лица, которые должны возразить молитву перед Господом. И, конечно же, те, кто не может приехать, находятся там далеко, безусловно, не могут подержать молитвы на расстоянии. Это, безусловно, нужно делать. Но, тем не менее, само место, к которому народ должен стекаться, оно как бы выражает некоторую такую вот с одной стороны дисциплину, а с другой стороны должно показать народное вот именно стремление. Потому что само место, оно как показывает, а сколько людей пришло. Так все лежат на диванах, да, и непонятно вообще, молится ли кто, не молится. А здесь все сразу становится видно, что если народу приходит больше, значит, сознание у людей пробуждается. Если народу пришло мало, ну, значит, мало. Ну, и, конечно же, при организации молебнов сталкиваются люди с определенной долей скептицизмов. То ли это до, то ли это во время или после проведенного молебна. Вот слышится со стороны, причем очень ярко слышится, всевозможные негативные отзывы. Вот можно ли как-то объяснить, как на них реагировать? Ну, я бы вообще не рекомендовал бы ни на что реагировать, потому что у святых отцов есть замечательное золотое правило. На все отвечать одинаково, молчанием. Оскорбляют ли тебя, хвалят ли? Отвечай одинаково, молчанием. То есть не обращай внимания для того, чтобы не развивать в себе тщеславие, чтобы ограничивать его воздействие, потому что именно тщеславие ищет, как говорится, взоры, обращающие на тебя, хорошо ли или худо. Если худо скажут, то оно скорбит. Если хорошо скажут, то оно тешится. И поэтому, что бы нам ни говорили, там всякие скептики, там недовольные, довольные, да нам без разницы. Мы делаем то дело, которое должны делать, потому что сегодня действительно, как говорит святой пророк Иоэль в своей книге, назначьте день, соберите собрание и вознесите Господу молитву. Пусть соберутся все, богатые, нищие, старцы, юные, то есть все пусть придут и вознесут Богу молитвы. И это делается именно для того, чтобы пробудить народный дух, народное покаяние, для того, чтобы показать, что мы действительно не мертвецы, мы хотим помолиться Богу. И об этом всегда говорим и призываем. И вот эти общие молебны и стояния, они нужны для того, чтобы народ почувствовал, что он все-таки может помолиться Богу, и Бог может услышать. И знаете, когда, допустим, священник стоит при кровати умирающего человека, начинает читать молитву, не просто бубнить, а читать, и видит, что человек, только что умирающий, допустим, и лежащий в забытие, только от слов Святой Божьего, Святой Крепки, он начинает уже приходить в себя. Он вызывается из небытия, то есть молитвы только одного священника. А когда много епископов, священников, то есть прихожан, всех верующих людей, это какая сила? Она может из небытия вызвать такое воздействие, такое пробуждение народного сознания, которое даже никому не представляется. Поэтому многие недовольные сегодня специальные, как говорится, плачутся, потому что им не хочется. Как сказал один европейский, так сказать, жидомасон, когда хоронили владыку Иоанна Снычева, то есть когда он проезжал мимо на бронированной машине, все как положено, и когда он увидел столько народа, шествующих, он выразил такое мнение, что как это? Казалось бы, если церковь имеет влияние на народ, то надо это влияние ограничить, иначе мы ничего не сделаем. И поэтому все вот эти возгласы, просто их надо не обращать внимания и расценивать их как провокаторов, самых настоящих. Не нравится – сиди дома. А нам нравится, мы хотим это делать. Чем всеобщие молебны отличаются от обычных молебнов? Значит, есть молебен как частная служба. То есть человек может вызвать или позвать батюшку к себе домой и послужить молебен для семьи, для конкретного дела. Допустим, молебен о недужном, или молебен о освящении дома, водосвятный молебен. Все это вообще может происходить. То есть человек молится по своей конкретной нужде. А всеобщий молебен – это общая нужда. И, соответственно, когда бывали в стране, допустим, война, собирается всеобщие молебны, происходит потом засуха. То есть или какие-то всеобщие бедствия, тогда, соответственно, собираются люди на всеобщие молебны для того, чтобы остановить беду или благодарить Господа за всеобщие победы над врагом. Конечно, служатся всеобщие благодарственные молебны, потому что оно все радуется. Потому что Господь явил спасение всей стране, а не только отдельно каждому человеку. Поэтому в этом и есть отличие. Говоря про отличие, у нас есть вопрос из социальной сети, задает его Кристина из Московской области, город Раменское. Скажите, пожалуйста, есть ли разница между благодарственным и водосвятным молебном? Разница, собственно, есть в самом чине. Но, я как понимаю, вопрос заключается в том, что люди, подавая записки в храме, пишут благодарственные молебны, болящих там о здравии такому-то святому. А молебен служится все время один и тот же. Потому что в храме после литургии служится общий молебен, так называемый, в котором поминаются и все святые, и Господь – это общий молебен. Но туда же добавляются записки благодарственные Господу, и, соответственно, поются особые тропари – спасителю Божией Матери, всем святым, для того, чтобы, как говорится, от лица этого человека поблагодарить. А если уже конкретно говорить о молебне, то есть и особый благодарственный молебен, который служится, как правило, после литургии его не служат, его служат частным образом. Допустим, батюшка приезжает кому-то домой, и семья служит благодарственным молебеном. Там уже, соответственно, другие молитвы, он немножко построен по другому чину. Также водосвятный молебен, он состоит, как говорится, из других молитвословий, которые направлены на освящение воды. И поэтому водосвятный молебен, он все-таки сконцентрирован больше на том, чтобы вода была освящена, и он немножко по другому чину происходит, то есть там уже не поминается. То есть, ну, есть, конечно, некоторые батюшки, которые объединяют, но, как правило, водосвятный молебен, он идет без упоминания святых, а потом поются тропари, посвященные, то есть особое молитвное песнопение, посвященное освящению воды, и, собственно, это действие таинства совершается. У нас есть звонок, и Тюмень на связи. Здравствуйте, в эфире говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер, ведущий, батюшка. У меня вас беспокоит в Тюмени, у меня вот такой вопрос, я хочу бы вот, чтобы вы мне разъяснили апостола Павла, вот здесь мне как-то непонятно очень. В Кафессианам, глава 6, стих 11-12. Вот 11, облегшись во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы в века сего, против духов, глоба и поднебесных. Объяснить. Так, связь прервалась, да? Поэтому, ну, что, собственно, объяснить, то есть, в чем заключался вопрос. Но здесь говорится конкретно о том, что наша брань у христиан, в общем-то, заключается именно против бесов, против духов злобы, который, безусловно, существует. То есть, никто из христиан не должен вести брань, ненавидеть, ругать других людей, то есть, равных себе, потому что людей мы должны миловать. Единственное, против кого мы должны вести брань, это против духов злобы. И если в ближние наши оскорбляют нас, наносят нам какие-то раны, то мы должны всегда помнить, что причиной этого всего были демоны. Как и праведный Иоанн Кронштадтский говорит, что ссорятся двое братьев между собой, ругают, оскорбляют, а сатана рядом стоит и посмеется над ним, потому что он их рассорил, а остался в стороне. Поэтому сия брань против этих духов злобы у нас и есть. Следующий звонок из Калуги. Здравствуйте, вы в эфире говорите. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня вопрос такой вот. Проводятся ли всеобщие молебны в Европе, в православных храмах и в автокефальных церквях Европы, православных тоже автокефальных церквях? Всеобщие молебны, как говорится, скорее всего, вот как у нас в России, они так, наверное, скорее всего, не могут происходить, потому что в Европе совсем другие законы. Там это происходит, конечно, немножко по-другому. Потому что там сразу лжедемократы скажут, вы ущемляете совесть гомосуциалистов, совесть атеистов, совесть мусульман, совесть сатанистов и еще разных многих людей перечислят, от которых совесть мы ущемим, если выйдем на всеобщее молебное. Поэтому официально там, конечно, это все запрещено. У нас, слава Богу, в стране пока еще не так. Хотя уже многие законы принимаются, и вся вот эта вот сатанинская лжедемократия, она, конечно, входит в свои права. Но пока это еще не так, и мы имеем возможность такую, чтобы сотворить всеобщее моление. Хотя наши братья, которые находятся за границей, они, конечно, в это же время, безусловно, соединяются с нами в молитве, служат частные молебны в своих храмах, для того, чтобы поддержать нашу с вами страну и нашу церковь. Следующий вопрос в социальной сети, некое продолжение про скептицизм. Михаил из Москвы спрашивает. Сейчас говорят о молитве, о вере, но как говорить о вере, если даже по словам Алексея Ильича Осипова молитвы толком нет. Батюшка служит службой, певчи поет, а мы стоим. А кто молится тогда? И все эти митинги я считаю неверой. Понятное дело, что Алексей Ильич об этом говорит. Он говорит не о том, что это поголовно, как говорится, происходит. Он говорит о том, что молитва ослабевает у людей. Его мысль в этом случае такая, потому что я, как говорится, много его лекций прослушал, поэтому могу сказать, что он имеет в виду, что именно здесь проявляется слабое внимание, слабое молитвенное горение. И это говорится лишь только для того, чтобы христиан подстегнуть тому, чтобы они более ревностно молились. На самом же деле, когда люди собираются на всеобщее молебное стояние, то это как раз и есть проявление веры людей, проявление их молитвенного, горячего возношения Господу. Потому что, когда человек стоит в окружении многих подобных себе христиан, и у них одно прошение на устах Господи – «Спаси страну, помоги России», то, безусловно, эта молитва есть проявление веры человека, его духовных устремлений. Ещё вопрос со социальной сети задаёт его дьякон Владимир из Испании. Вчера отец Дмитрий Смирнов призвал встать плотными кольцами вокруг Останкинской башни и требовать закрытия безнравственных программ на телевидении. Как Вы думаете, что можно ещё сделать для запрещения безнравственных каналов и программ? Думаю, если мы встанем даже в 80 колец, вообще ничего не поменяется. Почему? Потому что в России всё всегда зависит от князей. Так было, так есть и так будет. Сверху скажут – закроют. Сверху не скажут – не закроют. Я даже больше скажу, что сверху не хотят закрывать. Почему? Потому что все вот эти развратные программы, они нужны сегодня правительству для того, чтобы народ держать во тьме, в разврате, в дебилизме. Ведь посмотрите, сам президент приехал в Кэмоди-клаб и даже с ними танцевал. Это о чём говорит? Что в стране очень много проектов, на которых у президента не хватает времени, насущно важных для страны и военных, и политических, и прочих. А на Кэмоди-клаб время находится. Почему? Потому что это стратегически важный проект для нашего государства. Поэтому хоть сколько колец с вами сегодня поставим, это ничего не даст. Нужно молиться за наших правителей, чтобы Господь вразумил их, и, наконец-то, чтобы хоть один из них по-настоящему стал православным. И когда это будет, тогда начнутся сдвиги. В XIX век многие цари восходили на трон, они были неверующими людьми. И масонами были. Но спустя годы они приходили к пониманию, к покаянию, и круто меняли правление страной, и действительно были положительные плоды. Поэтому надо молиться об этом, чтобы Господь даровал нашим правителям веру. Я думаю, что это будет более правильный путь, потому что ничего этого не изменит. Страна идёт по тому пути, по которому ей предписано идти. И пока те, кто предписывает, это предписывает, ничего не поменять. На молебнах предстоящих и, в общем-то, тех, которые уже прошли, то, о чём молятся люди, всегда одно и то же или как-то меняется? Ну, конечно, на молебнах всегда всё-таки, как говорится, одно и то же – это всеобщий дух покаяния. Что, как говорится, вся страна перед Господом стоит и просит Бога прощения о том, что мы сделали. Это важно. А, конечно, конкретно каждый молебен несёт, безусловно, допустим, свою какую-то смысловую нагрузку. В данном случае в четверг будет молебен, посвящённый Дню славянской письменности. То есть он как раз более направлен на русский такой вот какой-то оттенок. А, допустим, прошлый молебен как раз был направлен на то, чтобы не осквернять святыни, чтобы люди хранили и берегли эту святость. Ведь действительно, что такое? Это же кощунство самое настоящее. И главное, весь интернет, все эти тунеядцы, которые в интернете сидят постоянно, настоящие тунеядцы. Как ни зайдёшь, столько комментариев. Когда люди работают, вот просто удивляешься. В то время не к интернету подойти, а там уже столько комментариев. И все комментарии за этих сатанистов. То есть за. То есть весь интернет против церкви. То есть почему? Потому что мы потеряли свою позицию в интернете. И потом патриарх призывает всех нас, чтобы мы в интернете были активны. Посмотрите, возьмите любой ролик святейшего патриарха, там, не знаю, ещё какого-то сруковного проповедника. Там не только кощунство, там и маты, и перематы. Там такие оскорбления. И ни одного православного комментария. Но и так же нельзя на тоже активную позицию занимать в этом смысле. Почему мы думаем, что там пусть они комментируют, мы вмешиваться не будем. Надо всё равно вмешиваться. И чем больше, тем лучше. Тогда не совсем понимая, в какой момент нам нужно отвечать молчанием. В какой момент? В смысле? Если отвечать молчанием на поругание или на хвальбу. Нет, когда идут... Здесь, когда, допустим, это относится, когда лично к нам. Если лично к нам идёт какое-то отношение, мы должны отвечать молчанием. А если ругают церковь, там, святейшего патриарха, там, какого-то священника, там, ещё там, какого-то, ты должен заступиться за честь церкви. В этом смысле ты для себя ничего не приобретаешь и ничего не теряешь в смысле грехов, потому что это к тебе лично, это тебя не задевает. Его оскорбили, он молчит. Да, всё правильно, потому что он должен так делать. Ну, а мы-то должны встать на защиту. Мы-то должны сказать, что вы не правы. Говоря об активности людей, можно ли сказать, что молебны – это только проверка активности, или это всё-таки некий вот такой катализатор? Это катализатор, это то, что пробуждает. И эти молебные стояния, знаете, как говорится, давно ещё на лекции библейского кружка мы проходили как раз малых пророков, изучали вот книгу пророка Иволя, где он призывал еврейский народ для того, чтобы они собрались на площади и вознесли всеобщее моление. И такие мечты были. Думаю, почему же всё-таки, как говорится, никто не делает этих общих молебнов? Ну, почему? Когда же? То есть вот нету какой-то общая беда, проблема, всё как-то вот делается порозой. А тут вот Святейший Патриарх пришёл, и эти молебны стали происходить, и это только начало. Я думаю, всё это будет дальше продолжаться и развиваться, и умножаться, потому что тоже народное ополчение Минина и Пожарского, оно откуда возникло-то? Оно как раз возникло из того, что люди всё-таки почувствовали, что надо объединяться, надо делать рывок, и какой рывок-то был? Победа? У нас есть даже, наверное, не вопрос, а крик души социальной сети. Сергей Потёмкин говорит нам следующее. Что делать, если регулярно посещая храм, тем не менее ощущаешь себя гостем незваным? Ну, это какое-то искушение, то есть какая-то ложная мысль. Может быть, вы человек мнительный по своему характеру, может быть, какое-то вот бесовское обольщение такое, зацепившись за какое-то сомнение в душе, то есть враг постоянно вивает. То есть никакой человек в храме не является гостем. Господь всем рад. Даже если священник не всегда рад, устал, там, заболел, характер вредный, всякое бывает, но Господь всем рад. Даже если бабушки вам не рады, которые утирают подсвечники, там, свечи убирают, Господь вам рад, потому что Господь за каждого из нас страдал на кресте и всех нас не только друзьями назвал, но и сыновьями соделал. Поэтому Господь нам всем рад. Эту мысль надо гнать, потому что эта мысль есть грех. Против этой мысли надо бороться, просить Бога помощи, помилования, чтобы Господь прогнал эти нечистые мысли, а даровал нам мысли ясные, светлые, которые действительно приближают к Богу, а не отдаляют от Него. Илья из Санкт-Петербурга спрашивает, можно ли назвать молитвой, молитву, исполняемую нараспев в уме? Например, молитву Иисусова, распеваемую по три раза во время панихиды. Конечно, можно. Святые отцы молитвы называют и чтение Священного Писания, и размышления о Боге, и даже беседы о Боге тоже называются молитвой, потому что молитва есть возношение ума к Богу, я бы даже проще сказал, вспоминание о Боге. То есть, когда мы помним о Боге, это уже есть молитва. И поэтому, соответственно, конечно, любое распевание, то есть, молитвы, если человек получает от этого пользу и умиление, безусловно, это есть молитва, и если она приносит пользу, то надо её продолжать, утешаться ей, потому что кто-то поёт, кто-то читает, кто-то молится, кто-то просто сухо читает слова молитвы, пытаясь пробудить своё окаянное сердце. То есть, у всех по-разному. То есть, каждый должен понимать и видеть. Если это приносит пользу и настраивает на благоговение, то нужно это не терять, а наоборот, возделывать, приумножать, чтобы в душе было больше пользы. Игорь из Москвы спрашивает вот что. Вы затронули лжедемократию. Верите ли вы в возрождение православной монархии в России? Возрождение православной монархии в России – это такое дело, знаете, как можно в это верить? Я верю в Бога. Конечно, я считаю, что при царе было бы лучше. Почему? Потому что я сам отец, у меня есть семья, есть дети, есть имущество. И знаете, я сам у себя не ворую. И всё, что я делаю, я делаю ради своих детей. Так же и царь. Его страна, то есть наша страна, это его дом, который он передаёт своим детям. И царю себя не ворует. В этом кардинальная разница между теми, кто приходит на 4-6 лет, и теми, кто передаёт это по наследству. Поэтому верить в это, не верить, хотелось бы. Если было, я поддержал бы всеми руками. Но, как говорится, может быть, историческая перспектива уже ушла, хотя чудеса Божьи, они действительно реальны. Следующий звонок из Липецка. Здравствуйте, слушаем вас. Говорите. Здравствуйте, ведущий. Здравствуйте, батюшка. Я вот хотел задать вопрос. Как вы думаете, может быть, нужно более суровые методы применять к тем людям, как к тем девицам, которые танцевали в храме Христа Спасителя, потом прошёл молебен, как бы за веру, потом приехал Ельман в Краснодарский край со своей выставкой такой. То есть воздействия как бы такого не было. Может быть, так, как сурово нужно к ним, как вот Николай Угодник в своё время, одному юридику, заградил уста рукой своей, ударив его по щеке. Значит, сама церковь, она вот здесь сегодня лжедемократы, я так и скажу, потому что демократы – это такого понятия нет. Есть только ложная демократия. То есть вот они как раз говорят о том, что церковь вот за то, чтобы этих девочек там посадили, там ещё… Во-первых, это не девочки, это закоренелые проститутки. Извините за выражение, но весь интернет об этом знает. Это люди, которые очень плохо себя вели и очень растленные они. И поэтому называть их девочками, да, язык даже не поворачивается. То есть это конкретные люди, которые пали. Так вот, что церковь как бы не хочет их простить, мы не хотим их ни наказывать, ни прощать. То есть тем более прощать кого? Тех, кто не раскаивается ни в чём. И, в общем-то, весь сырбор-то не в том, что они церковь и даже оскорбили, а, в общем-то, это всё это был политический памфлет, понимаете? Все эти люди – это всё для того, чтобы было раскачать политическую ситуацию в стране. Поэтому их и посадили. Потому что если бы они просто бы осквернили храм, и не было бы там политической подоплёки, никто бы их не тронул. Поверьте, они бы никому не были нужны. Вон сегодня, посмотрите, сколько в стране всяких самозванцев, оскверняющих святыню, обманывающих людей и прочего. Тот же Гробовой. Столько людей обманул, матерей Беслана обещал детей воскресить. Никто его не трогал, никому он был не нужен. Как только он подал свою кандидатуру в президенты, где он очутился? Правильно. Поэтому, как только всё имеет политический момент, то и происходит. А вообще за кощунство, я считаю, надо давать высшую меру. То есть есть, допустим, 7 лет. Да, вот 7 лет и надо давать, чтобы человек подольше посидел. Потому что в этом мире, пока они живут, они ничего не понимают. У меня батюшка знакомый, занимается просто женщинами в колонне. То есть он рассказывает, что пока они в тюрьме, они все ещё такие навеселее. Их со свободы люди поддерживают. Демократы им из-за рубежа всякие сказки рассказывают. Но когда они приезжают уже туда и понимают, что впереди 6-7 лет, всё кардинально меняется. Человек приходит в себя и понимает, что всё. То есть дальше некуда. Вот он, конец. Вот то, что ты нажил. И поэтому, конечно, строгое наказание за сквернение святыни, оно должно быть вменено сегодня в Уголовном кодексе. Потому что и сквернение, кладбище, разрушение крестов, там других памятников. Всё-таки могила – это святое место. Кладбище – это там, где человек, как говорится, вспоминает своих предков, отдаёт дань тем, кто его вскормил, вырастил. Это место, где нужно быть благоговейным, а там разрушаются памятники. Неважно, кресты это или полумесяцы, или просто это монументы со звёздами. Неважно. Это память предков. То есть на всё вот это вот, на весь это вандализм, какие-то штрафы смешные, там это всё, конечно, надо убирать, отдавать конкретно уголовное наказание. Чем больше, тем лучше. А лучше ещё всего, я бы так предложил, надо строить дороги. У нас нет дорог от Иркутска до Владивостока, там дороги очень плохие. Также на север до Магадана нет дороги, знаете, то есть нечего им там сидеть просто так. Надо работать. Но всё-таки мы говорим о некой пассивности православных христиан, и вот от чего она появилась? Я так думаю, что это всё-таки пассивность наша, как таковая, да, она всё-таки, мне кажется, это след тоталитарного менталитета, приобретённого за 70 лет КПСС. Потому что вот читаешь книги, значит, не только архипелаг ГУЛАГ, а Волкова того же «Погружение во тьму». То есть как ломали крестьян. Да, вот крестьяне те, которые действительно, на которых стояла Россия, они просто, он там пишет, просто дохли, как собаки. Некормленные, болящие все. Семьи просто вымирали, вывозили их, они вымирали прямо на пересылках. То есть, а потом деревни населялись какими-то тунеядцами, там, бродягами, там, не пойми кем, да, и всё вот это вот сгущалось, то есть страхом смерти. Рот открыл – расстреляли. Что-то сказал – расстреляли. Инициативу проявил – расстреляли. То есть отрубили руки, да, вот всё, то есть инициативу полностью сломали. И поэтому, конечно, сегодня человек, он реально подсознательно где-то вот это всё помнит, особенно люди, кто жил в то время, да. То есть поэтому это есть, я наложил свой отпечаток, я думаю, что должно пройти какое-то время, ну, и мы должны всё-таки эту активность проявлять, наращивать, вспоминать забытое, потому что русский народ всё-таки был активным народом. То есть несмотря на то, что он, как говорится, никуда особо политически не проявлял активности, тем не менее, посмотрите, мы в Сибирь мы присоединили, Дальний Восток мы присоединили, мы многое сделали на самом деле для Европы, для своей страны. То есть мы не просто сидели сложа руки, у нас была вполне нормальная, умеренная активность, позитивная, и она сегодня должна быть, просто её нужно возрождать. А не существует ли искушение в этой активности переборщить? Ну, конечно, не ошибается тот, кто ничего не делает. Потому что действительно, когда вот человек сидит, ничего не делает, только всех других осуждает в округе, там, тот ты так сделал, ты так не сделал, а ты что-нибудь сделал, да вот я ничего и не сделал. И действительно, когда люди трудятся, да, и перегибы, и это опыт человеческий, это человеческое познание своих немощей, своих моментов, когда мы действительно перегибаем палку, это ведь тоже надо познать нам. А кто страдает? Ближние. Пока мы что-то познаём в этой жизни, наши окружающие страдают. Но, тем не менее, эта жизнь, это так есть, и иного пути нет. А можно ли провести некую зависимость между нашим участием в жизни церкви и вообще, в принципе, нашим участием в своей собственной жизни? Значит, что я могу сказать? Чем больше человек активно проявляет себя на церковном поприще, то есть, чем больше он жертвует времени для Бога, для храма, тем ему больше воздаётся, тем его мирские дела лучше спорятся, лучше продвигаются. То есть, это все знают об этом, что чем больше ты пожертвуешь для Бога, тем тебе больше вернётся. Вопреки всем убеждениям, что я много работаю, у меня нет времени в храм ходить. Да, конечно, да. Ну, вот, не знаю, как говорится, кто много любит, да, тому много даётся. А кто всё время как бы вот откусывает помаленечку так вот, Господи, вот чуть-чуть тебе вот времечко там дам, всё там, фу, слава тебе, что нашёл время, свечку забежать поставить за неделю, да, то есть, там, по телефону трепаться часами, там, ещё что-то, время у нас вот. А зайти в храм, помолиться, посвятить Богу там 15-20 минут, именно живой молитвы, да, у нас времени нет. И действительно смотришь, вот, кто употребляет на Бога больше времени, думает о Божьем, да, думает о людях, что-то как-то, видишь, у них в жизни всё по-другому. У них даже если есть суета, но они светлые люди эти. Они не помрачаются грехом, потому что Господь их поддерживает. Это вот делание ради Бога, оно их светит. И как, конечно, безусловно, всё связано, и лично, и божественно. Вот мне вот нравится, в истории русской церкви, значит, когда Феофан Прокопович, который был советником императора Петра, то есть, он когда встал на церковное поприще, конечно, много плохого сделал, то, что воплотил реформу Петра в жизнь, там, лишили патриарха, а не церковь, там, всё прочее. Но время было такое, было такое время. Но мне понравилась его позиция, которую он для себя изначально выбрал. Он объединил свои интересы с интересами церкви. То есть, у него не было своих интересов. Интерес церкви были его интересы. И действительно, он был очень много, он был труженик, много трудился, и много успел, были и позитивные, конечно, плоды того. Ну, было такое время, тут уже ничего не поделаешь, в общем-то. Говоря всё-таки про всеобщие молебны, можем ли мы призывать своих знакомых пойти вместе с нами, в том случае, если они не понимают, для чего это нужно? Думаю, что да. Потому что, а вдруг человек во время этой молитвы что-то почувствует или поймёт? Даже человек, допустим, бывает так, что приходит в храм человек и ничего вообще не понимает. Ему там что-то рассказали, он вообще всё забыл, ничего не помнит. Проходит год, и то впечатление, которое он получил в храме, вот это ощущение, оно начинает его звать. Оно начинает приносить плоды. Это семя, которое потом произрастает. Поэтому, конечно, если нам, как говорится, не безинтересна судьба нашей страны, то нам нужно приходить на всеобщие молебны для того, чтобы молиться Богу, просить Его, просить все вместе для того, чтобы нашу страну Господь помиловал. Ведь, в принципе, весь мир сегодня, да, он уже скатился к тому греху, к которому скатился. В общем-то, Россия и мусульманский мир, да, в это дело не вмешивались. И вот сегодня, как бы, просто странно даже, что Господь нам дал освобождение от коммунистического ига для того, чтобы это ничем не закончилось, да. Хочется, чтобы все-таки вот это освобождение, вот эта вот свобода, которую мы получили, все-таки она была употреблена нашим народом для обретения чего-то духовного, для понимания того, как говорится, жребия, который выпал нашей стране. То есть, и если мы духовно будем подходить к этому, то я думаю, что все-таки мы, как страна, как нация, мы все-таки объединимся, соберемся и как-то по-другому начнем смотреть на вещи, и в истории этого мира мы еще скажем свое слово, и оно будет, конечно, не последним. А как можно оценить, собственно, свои возможности во время самого молебна? А если будет так же, как вот возможно искушение, отвлечен мыслями, думаешь совсем о другом, или, собственно, первый раз, будучи на молебне, смотришь на то количество людей, которые вокруг тебя стоят? Вдруг не получится? Ну, каждый должен по своим возможностям, по своим силам. То есть, в том-то дело, что невольник, он не богомольник, с одной стороны, а с другой стороны, человек возносит Богу так, как он может вознести. Я же, допустим, не могу помолиться, как преподобный Сергий. Ну, не могу я. Ну, действительно, не могу, потому что веры такой нет, да, такой молитвы нет, такого горения нет внутри. Ну, нету его. Ну, что я теперь, мне вообще не молиться? Да нет, Господь и мою молитву Богу услышит. Два-три слова, от которых, бывает, получаешь умиление, там, какую-то поддержку, да, то есть, ты понимаешь, что Господь услышал. И поэтому каждый из нас в силу своей веры, да, в силу своего горения должен молиться так, как может. Пускай он не получается, оно это, пускай оно, как говорится, идет как-то косо, с мыслями, с отвлечениями. Но надо делать, потому что дорогу осилит идущий. А молитва, она дается молящемуся, если их отцов сказано. То есть, иного пути, приобрести молитву и понять ее, да, и нету. Молитва дается молящемуся. Молись, получишь молитву. Не будешь молиться, будешь лежать и мечтать о том, что когда-то она появится, когда-то придет внимание, умиление. Никогда. Только молиться. И молитва научит нас всему, говорит Ситя Игнатий Брянчанинов. Что является ориентиром в организации молебнов? И будут ли они продолжаться еще? Молебны продолжаться будут, я просто уверен. Ориентир является, это, конечно же, я так думаю, это национальное пробуждение. То есть, это та причина, к которой Святейший Патриарх идет и много делает для этого. И мы должны все его в этом поддерживать. И со своей стороны каждый носить лепту, это благое дело. Потому что пробуждение самосознания русского человека, да, это многого стоит. То есть, когда человек проснется, он будет самостоятельным. И уже сам пойдет к Богу на крепших ногах. Сейчас же, конечно, ну, русский народ спит и дремлет, он пока еще не проснулся. То есть, идет как бы второе крещение Руси сегодня, по мнению Патриарха Алексея Второго. И этот процесс надо, конечно же, поддерживать всеми силами, как можем. У нас есть вопросы социальной сети, которые напрямую не связаны с темой, но, тем не менее, человек просит, чтобы мы его задали. Вадим из Ростова-на-Дону спрашивает. У знакомой родился внук, но младенец умер через три дня. Его не крестили и даже не успели дать имя. Подскажите, пожалуйста, как в таком случае поминать младенца? Значит, что касается имени, то поминать его нужно, то есть, так, как имя ему нужно дать, как родители ему дают имя, потому что чинное речение именем производится перед крещением в особом чине, и, соответственно, если это не успели сделать, тогда просто, как вы считаете, нужно его называть, так и нужно его называть, через какого-то святого, допустим, и так и молиться. Что же касается некрещенных младенцев, то, по мнению многих древних святых отцов, именно православных, восточных, они наследуют Царствие Небесное. Я этой точки зрения придерживаюсь, сам в это верю и считаю, что младенцы, которые не делают осознанных грехов, они, конечно же, идут в рай и находятся с Господом, потому что Господь не судит за чужие грехи, а своих Он еще не сделал. Да, Он наследовал смертную плоть от Адама, она греховна, эта плоть, она заражена грехом, но сам ребенок еще, конечно же, ничего не сделал, и поэтому Он, безусловно, я так думаю, что прощен Господом, и, в общем, надо просто за Него молиться. В церкви, конечно же, как христианина Его не помянешь, хотя вот интересная вещь, казалось бы, вот церковь, есть дело общее, да, а есть еще семейная церковь, домашняя. Так вот, когда в ней рождается человек, папа и мама крещены, они христиане, папа, допустим, как говорится обычно, папа священник, мама диакон, дети служители, в общем, прихожане, да, в семье, то получается, когда рождается ребенок, он уже рождается в церкви, даже если он еще и не крещен. Почему древние люди, христиане именно, не боялись не крестить своих детей? Многие святые отцы там были крещены в 30 лет. Император Константин вообще на смертном адре покрестился, который церковь сделал официально и святой, и равноапостольные его прославили, а покрестился он перед самой смертью, а до этого был некрещенным человеком. Люди не боялись этого? А сегодня мы, как говорится, этого всего переживаем, потому что думаем, что если ребенок не крещен, значит, он идет в ад. Это, конечно же, неправда. Он уже рожден в Царстве Небесном, если вы православные христиане. А такое, да, бывает, конечно, многие из нас теряют своих детей. Кто-то во чреве, кто-то, когда родится. Все это бывает, многие это переживают. Но молиться за этого ребенка нужно в домашнике или не молитве. Его нужно поминать. Дмитрий из Мичуринска спрашивает. Бывает, собираемся с друзьями, пьем пиво, иногда заводим разговор о Боге. Большой это грех? Ну, я бы не то что, что это грех, просто неподобающее место. То есть, когда мы говорим о Боге, то все-таки нужно как-то, чтобы эта беседа была более как-то душевная, что ли. Потому что банка пива – это все-таки некоторое разгульное такое символическое действие, которое благоговейным никак не назовешь. Поэтому всему должно быть свое место. А что же касается проповеди среди своих друзей, там, собутыльников, там, еще там, кех, ну, кого-то. То есть, многие мои друзья, знакомые, которым я в свое время советовал, что не делайте этого, потому что вас быстрее обратят в свою веру, чем вы в свою. Был один наркоман, который ходил к наркоманам, проповедовал им Иисуса Христа распятого. Потом в конце беседы принимал дозу определенную. Также алкоголики. И все заканчивалось тем, на что накрыт был стол. Поэтому, если ты хочешь проповедовать и хочешь вести беседы Богу, то делай это в том месте, где нет этого соблазна. Допустим, вы вдвоем дома там общаетесь что-то. Да, это, конечно, можно. А когда ты пришел на квартиру или на притон куда-то, или в место, где там идет пьянка, и начинать проповедовать, ну, смысл. Когда потом в конце беседы ты садишься вместе с ними и начинаешь делать то же самое. Ну, какая, ну, вот к чему тогда беседа? Христианин все-таки должен быть другим. Он не должен соблазняться на этот грех. Ну, остается все-таки впечатление некой расслабленности, и, может быть, даже отвлеченности, независимо от того, какие причины существуют. А есть ли какой-то, ну, грубо говоря, универсальный рецепт, как правильно сосредоточиться и отвлечься от того, что отвлекает нас? Отвлекает от молитвы? Да. Рецепт, ну, рецептов, как говорится, универсальных нет. Почему? Потому что универсальный рецепт – это дело такое, я бы сказал. Есть заповеди, они универсальны, да, а всякое лекарство, оно, конечно, должно подбираться в зависимости от недуга душевного. И поэтому здесь, конечно, беседа со священником, чтение святых отцов, какой-то свой духовный опыт личный, там, опыт других православных христиан, в это во всем нужно как-то подыскивать для себя что-то полезное, что может помочь. Ну, допустим, вот у многих святых отцов объясняются разные причины, почему человек отвлекается. То есть это и в житиях святых написано, и в жизнеописаниях разных отцов. Всё это есть, то есть человек должен просто это дело всё как-то суммировать и определить более-менее главные причины. Ну, как правило, это чревоугодие, осуждение, раздражение со злобою, злопамятство. Вот эти гнев, вот эти подобные грехи, они, конечно же, препятствуют человеку молиться. То есть они его рассеивают, делают сердце каменным, ум непробиваемым, и, соответственно, он, когда молится, он молится только устами, он даже умом ничего схватить не может, потому что ум полностью парализован грехом. Ум во грехе, сердце во грехе, и поэтому сердце и ум не могут сосредоточенно в словах молитвы, так сказать, сконцентрироваться на них, потому что они обременены грехами. Именно из-за этого у нас и не происходит внимательной молитвы. Есть звонок, Калужская область на связи. Здравствуйте, слушаем вас. Христос воскресе! Воистину воскресе! Скажите, пожалуйста, вот получение благодати от Бога во время молебнов, крестных ходов, как отличить от воудушевления, допустим, во время демонстрации, вот как в советское время было, и, допустим, во время, ну, на матче находившись, там тоже вроде нас победили. Вот как вот такие подоприятные ощущения отличить? Ну, всегда такие ощущения, они бывают схожи. Схожи в каком смысле? Все дело в том, что когда люди собираются вместе, это уже очень хорошо, и, соответственно, душа начинает радоваться от этого. Это и есть человеческая радость. Она присутствует в этой демонстрации, в крестных ходах и в других каких-то совместных мероприятиях, в общем деле. Но все-таки благодать Божия, она, когда приходит к человеку, все-таки настраивает человека, во-первых, на торжество, ощущение торжественности в душе. Безусловно, потом присутствует от этой торжественности раскаяние в своих грехах, то есть человек начинает обращать внимание на свои грехи. То есть из его поля зрения выпадают люди, на которых он имел какую-то злобу, там еще что-то. То есть он как бы спускается в свое сердце, он видит только свои собственные грехи и готов простить всех, кто ему сделал плохое или злое. Это вот есть явление благодати Божией. Бывает еще такая радость, которую очень часто люди ощущают православные, когда заканчивается долгая служба. Служба закончилась, такая радость. Но радость это бывает, как правило, от того, что служба закончилась, что наконец-то можно отдохнуть. Это тоже вот есть простая немощная человеческая душевная радость, которая вплоть бывает очень часто радуется этой радостью для того, чтобы как-то человека немножко обрадовать комфортом и отдыхом от тяжкого труда. Поэтому вот эти все радости, они существуют, и человек должен их как-то действительно отличать. Потому что конкретно никто не может прописать, как ощущается благодать Божия. Но есть определенные признаки. Это торжество, покаяние, умиление, которое бывает в душе при радости, которую испытывает человек. Есть определенное, наверное, состояние, которое испытывают многие, называют его по-разному, так или иначе, создается ощущение, что вера ослабла. И, в общем-то, возникают всевозможные мысли, которые искушают тебя. А как тогда быть в таком состоянии? Что лучше сделать? Ну, вообще, сегодня, конечно же, вот, книга недавно вышла «Несвятые святые». Вот ее многие читали. Там как раз вот один из отцов, отец Тихон Шевкунов, приводит фразу, что сегодня в монастырь приходят люди со слабым произволением. То есть нету подвигов, потому что нет произволения. И вот эта слабость, вот эта немощь, она действительно во всем. И люди, которые приходили в конце 80-х, в начале 90-х, они были и более сильным произволением, и более сильной верой, как был такой вот некоторый порыв. Это даже видно вот по семинаристам. Допустим, когда раньше семинаристы поступали, это были совсем другие люди. Сегодня поступают уже совсем, как говорится, обычные ребята, в которых уже очень трудно даже иногда, как говорится, и православных увидеть, потому что они полностью, ну вот, как говорится, как мирские люди, ничем вообще не отличаются. Если раньше как-то человек приезжал, там все было видно, человек молится, там постится, борода там какая-то, у него еще что-то, сегодня это очень редко увидишь, потому что все меняется. Именно в связи со слабой верой, со слабым произволением. Господи умножь в нас веру, и усилием воли человек должен заставлять себя для того, чтобы пробудить в себе вот это волевое движение, потому что воля наша, она укрепляется только от употребления ее. Если мы усиливаемся, употребляем усилие, то мы крепнем в своем волеизъявлении. Если ослабеваем, пропускаем, отступаем, то слабеем. Поэтому преподобный Исаак Сидина говорит, если ты вечером, допустим, страсть потеснишь, то на следующий утро найдешь ее слабее, а если уступишь ей, найдешь ее сильнее. Поэтому употребление усилия и молитва об умножении веры помогает человеку восполнить тот недостаток, который он, допустим, сразу не смог взять. Так или иначе, подводя некий итог всей нашей беседы, хотелось бы заострить внимание на том, что независимо от того, насколько мы сильны в молитвенном правиле, насколько, ну скажем, мы можем оценить крепость своей веры, существуют всеобщие молебны, и вот для чего они нужны в качестве итога? И есть ли категория людей, которые не стоят туда приходить? Я думаю, что провокаторам не надо туда приходить, вы нам там не нужны, потому что это собрание верующих. А молим для того, чтобы в людях укрепилась вера, чтобы у тех, у кого ее не было, она, может быть, зародилась, а у тех, у кого она слабая, она укрепилась. И для того, чтобы мы все с вами объединились в едином прошении о спасении нашей страны и о возрождении духовной жизни и православной веры, которая является основой нашего государства, и без этого нашего государства, конечно же, пропадет и распадется. Уважаемые телезрители, напоминаю, что наш сегодняшний гость, настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери в селе Выпуково Сергеево-Посадского благочения, священник Максим Каскун. Батюшка, и в завершении благословите наши телезрители. Христос воскресе, братья и сестры. Спасибо вас, Господи. Всего вам доброго, уважаемые телезрители. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»